Всем привет! Я снова рада видеть вас на моем канале. Если вы уже долгое время смотрите Дорамы, то должны были обратить внимание на то, что, как правило, типичная Дорамная главная героиня – это девушка нежная, милая, добрая, просто ангельский цветочек. Конечно, бывают и те, которых лучше не трогать, но следующие пять представленные мной героини, скорее могли бы стать идеальными злодейками. Они обладают неистовым дьявольским характером, одним словом, настоящие стервы. И начнем мы, пожалуй, с мистической Дорамы «Отель Дальвуна». Молодой менеджер Коч Хансон по стечению обстоятельств получает работу управляющего в необычном отеле для призраков Дальвуна. Заведение принадлежит красивой и холодной девушке Чхан Манволь, которая из-за проклятия вот уже тысячи лет не может покинуть отель, ставший для нее тюрьмой. Похоже, что сама судьба привела парня в это странное место, но с какой целью? Сразу скажу, рейтинги у этой Дорамы были довольно высокие. И это неудивительно, ведь главную роль здесь исполнила уже всем известная Аю. Причем не просто главную роль, а главную роль холодной неприступной девушки. Конечно же, это было для нее нетипично, но по моему мнению, она просто прекрасно со всем справилась. В Дораме изящная семья мы попадаем в мир, где правят деньги, власти и лицемерие. Семья, владеющая компанией MC Group, привыкла к роскоши и вседозволенности. За каждым из членов этой семьи следят профессиональные юристы, спецназовцы и журналисты. Все они наняты для того, чтобы улаживать конфликты, возникающие вокруг наглых наследников. А такие инциденты случаются каждый день, но простые смертные никогда не узнают все правды про прохождение этой семейки. Глава MC Group слег серьезным заболеванием и вокруг тут же начали собираться наследники. Единственная первоочередная наследница Мо Сэм Хи 15 лет назад была выслана семьей за границей страны. Но сейчас она возвращается и собирается все изменить в этом прогнившем доме. Спустя столько лет она не забыла о жестоком предательстве. Доверившись Хо Юн До упрямому и справедливому адвокату, девушка намерена отыскать убийцу своей мамы и непременно отомстить. В общем, совершенно не обделенные фантазии корейские режиссеры и казалось бы, что они просто сняли обо всем, что можно было, а нет, вот придумывают. Так вот, главный герой романтической дорамы Дан, одна единственная любовь, жизнерадостный и оптимистичный ангел. Он постоянно попадает в неприятности. В очередной раз, провинившись перед высшими силами, он получает задание, выполнив которое сможет вернуться на небеса. Однако задачка оказалась не из легких. Герой должен найти настоящую любовь для потерявшей зрения балерины Ян Суо. Вот только она в нее не верит. Она жестокая, холодная королева. Вдобавок ко всему Дан сам влюбляется в главную героиню. Полицейский Юн Сан вместе со своей любимой девушкой Юджин получает секретное задание от начальства внедриться в одну организацию. В итоге миссия была провалена и более того, Юджин стреляла в Сана. А машина, в которой она пыталась скрыться, взорвалась. После этого Сан ушел с полицией и стал частным детективом. Когда раз в доме, где живут детективы, появилась девушка с сомнительным прошлым по имени Геууль. Она попросила проследить за ее парнем, который в последнее время ведет себя очень подозрительно. Несмотря на то, что об оплате речь не шла, Сан согласился ей помочь, увидев фото загадочной женщины рядом с объектом слежки, на шее у которой был кулон Юджин. В результате расследования Сан невольно становится вампиром и необычным, а способным без вреда находиться на солнце. Это происшествие приблизит Сана к разгадке событий той ночи, когда он потерял Юджин. И последняя дорама, о которой я также просто не могла не упомянуть, аварийная посадка любви. Данная дорама расскажет о сложных отношениях между Южной и Северной Кореей и двух людях, оказавшихся по разные стороны границы. Наследница богатой семьи Южной Кореи, Юн Цери, совершает вынужденную посадку на параплане в Северной Корее. Ее обнаружил от офицер северокорейской армии Ли Чен Хёк и влюбляется. Теперь он вынужден идти на измену родине, скрывая и защищая свою возлюбленную. Сюжет, актеры, игра, локация. Несомненно, здесь все снято, все спродюсировано, все продумано просто идеально. Лично мне очень понравилось, а также не могу не сказать об очень интересном приеме, когда показывают, как холодная напыщенная королева постепенно превращается в простую, добродушную и милую девушку. Субтитры сделал DimaTorzok